Таджики когда-то смогут жить спокойно, не переживая, что на них кто-то нападет. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, что вновь требуют от нашей страны. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Министр обороны талибского правительства Мухаммад Якуб Муджахид на пресс-конференции своего ведомства заявил, что афганские вертолеты, находящиеся за пределами страны, являются собственностью афганского народа и должны быть возвращены. И вновь он об этом заговорил. Об этом сообщает Толо Ньюс. Отмечается, что речь идет о вертолетах Ми-17, которые находятся на территории Таджикистана и Узбекистана. Пентагон заявляет, что вертолеты бывшей афганской армии, переправленные в Таджикистан и Узбекистан после падения Кабула, не будут переданы талибам. Об этом сообщает служба новостей Центральной Азии. Представители талибов неоднократно призывали Таджикистан и Узбекистан вернуть эти вертолеты обратно в Афганистан. Ранее СМИ сообщали, что Душанбе и Ташкент обратились к США с просьбой предоставить им право оставить некоторое количество вертолетов. Говорят, что американцы не разрешают возвращать вертолеты в Афганистан. Мы говорили об этом с американцами и сказали им, что они принадлежат афганскому народу, они являются чьей-то частной собственностью. В конце концов, это имущество должно быть возвращено Афганистану, сказал Муджахид. В мае этого года посол США в Таджикистане Джон Марк Помершайм заявил, что его страна не планирует передавать их талибам. Эта техника не будет передана талибам, потому что она им не принадлежит, отметил посол. Как вы думаете, правильно ли он ответил? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. При этом американский дипломат не раскрыл подробностей переговоров Вашингтона и Душанбе по этой авиатехнике. Напомним, что речь идет о вертолетах и военных самолетах, которые были доставлены из Афганистана в соседние страны, некоторыми афганскими военными летчиками после захвата Кабула талибами. Они входят в число 150 военных вертолетов, подаренных ВВС США бывшему правительству Афганистана. Правительство Талибан неоднократно требовало Таджикистана и Узбекистана вернуть вертолеты. Спор из-за авиации между правительством талибов и соседними странами начался несколько дней после прихода к власти в Кабуле. Между тем, как сообщают российские СМИ со ссылкой на военные источники, афганские пилоты этой авиационной техники, которые потом перебрались в США, будут отправлены в Украину, чтобы воевать на стороне Киева. Но понятно, что это маразм и на самом деле ничего такого не будет. Как нам известно, Пентагон начал нанимать бывших афганских пилотов, которые год назад уехали в США. Их обучение начнется в Калифорнии. Есть план отправить их через Польшу. Цитируют этого источника СМИ. Но на самом деле уже опровергли эту информацию и сказали, что никто не будет вмешиваться в войну России и Украины. Они могут лишь помогать той или иной стороне, техникой и, возможно, деньгами. Но никто не будет нарожать людей на эту опасность, если они сами не решат это сделать. Так что никто отправлять специально в Украину никого не будет. А как вы относитесь ко всей этой ситуации? И как вы думаете, что нужно сделать с этой авиацией? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!